У нас произошел такой казус. Мы сколько здесь дней будем? Мы будем 9 дней в Геленджике. Большая часть из них уже прошла. И в этом отеле, в котором мы остановились... Не большая часть, а в 6 дней прошло. 6 дней прошло уже. А уборка у них здесь раз в 4 дня. Так вот, нам 6 дней уже не убирают, не меняют белье, ничего. В общем, и я как бы молчала. Не люблю ругаться. А вот сестра пошла, дала люлей всем. И у нас сейчас уборка происходит. Мы ретировались на балкон. Еще, кстати, хотела сказать за интернет в том пансионате, где мы были в Анапе. Интернет, он был, но он был слабый. И я так подозреваю, что он такой везде. Вот у меня почему-то такое ощущение. Он везде разный, это понятно. Но именно, я имею в виду, он слабый. Он везде такой слабый. Наверное, во всей Анапе. Хотя не берусь в суди, да то опять начнут там. Я был там в той-то гостинице. Короче, у меня был интернет слабенький. Поэтому и видео я выкладываю по 5-6 минут. Потому что большие видео, они у меня не выкладываются. И мне нужно переконвертировать еще видос, когда я его с монтажа вывожу. Мне нужно переконвертировать, чтобы сжался объем. Как сказать. Короче, если он весил до этого 300 мегабайт, мне нужно сделать, чтобы он весил 200. Потому что больше 250, наверное, видео не выкладывается на YouTube с таким интернетом. Вот, поэтому я так заморачиваюсь. И здесь, в этой гостинице, то же самое. Слабый интернет. Слабая скорость, я так подозреваю. Даже не интернет. И я так же выкладываю по 5 минут видосы. Хотелось бы больше, потому что так мне приходится дольше и больше монтировать. И поэтому и казус произошел такой с тем видео про поездку в Новороссию. Потому что я делала два, вернее один ролик, 14 минут он у меня был. И мне пришлось часть просто обрезать и сделать одну часть одним видео, а вторую часть вторым видео. Так и получилось, что со второй части, ну именно со второго видео у меня остался кусочек музыки. И, соответственно, эта музыка, до неё продлился, вот этот бегунок продлился. И видео показывается на 14 минут, а на самом деле оно было у меня 8 минут или 7, что-то такое. Ну, в общем, вот такой вот казус произошёл по моей тупости. И потому что программа так вот делает. Она не показывает тебе ошибку какую-то, либо ещё там что-нибудь. И я просто даже не заметила вот длительность видео. Я просто посмотрела, сколько у меня на самом деле видео, 8 или 7 минут, как бы нормально. Думаю, YouTube пропустит, как бы выложится у меня с таким интернетом всё. Ну и в итоге получилась такая фигня. Ну, не суть. У многих там пуканы взорвались по этому поводу. Расслабьтесь, люди, расслабьтесь. Никакой там информации не было. Ничего такого я не собиралась там рассказывать. Сверхъестественного, либо скрытой информации какой-то не было. И не вырезала я ничего, не удаляла. Если бы я обрезала это ещё в YouTube, в редакторе YouTube, то пустого бы места не было. Так что забейте. Кстати, да, у нас ещё такой прикол в этой гостинице. Если в Анапе, в пансионате, да, у нас каждый день, да, каждый день приходила женщина, она делала влажную уборку. Потом выносила мусор, туалетную бумагу, если надобность такая есть, давала. И что ещё, что ещё? Ну, сантехнику там мыла, всё такое, понятно, убирала, в общем, как положено. И небо и земля здесь, как бы. Мы обычно неприхотливые люди. Мы как бы спросили, какой здесь порядок, и всё на этом. Но, как оказалось, здесь один раз при заезде вам дают туалетную бумагу. И вот 9 дней вытирайтесь, чем хотите. Либо сам ходишь, покупаешь. И выносите сами мусор. Я вообще такое, ну, как бы, первый раз слышу, вижу. Даже когда сама работала, у нас такое не принято было. Нас бы за это уже давным-давно бы всех уволили. А здесь, как бы, нормально. Сами выносите мусор. К тебе никто не приходит. Ты позвать никого не можешь. Вот, имейте в виду, что есть такие гостиницы. И не удивляйтесь этому. Да, ещё у нас здесь есть два телевизора. Ну, у малых, по-моему, берут хорошие каналы в комнате. Ну, там можно посмотреть, по-моему, ТНТ. Ещё какой-то СТС-канал, ещё что-то там какие-то такие каналы. Здесь таких нет у нас в комнате. Музыкальных каналов нет. Одни каналы с новостями. Одни каналы с всякие там ремонты, дачи. Удачный вот этот приговор или как он там называет. Короче, муть всякая, которую я до этого не смотрела. И здесь тем более не собираюсь. Но просто есть люди, да, которые приезжают. И когда находятся в номере, хотят, да, посмотреть что-нибудь, повтыкать. Ну, не повтыкаешь. Во что-нибудь нормально. Хотя бы даже просто на фоне музыку включить не получается. Потому что музыкальных каналов тоже нет. Да он ловкач-трюкач. Он ловкач-трюкач, не надо верить этим людям. Это те самые тренировки. Эти, знаете, есть какие-то стаканы передвигаются. Никита, видите, наебателек. Мои мои пацлы. Давай, дуй. Куда дути? Давай, дуй, дуй. Это вот так. А, это вот в домофон. Короче, вызываешь полицию. Смотрите, какую я штуку нашла. Это полиция. Нажимаешь кнопку, СОС, и вызываешь полицию. У нас в Воронеже такой штуки нету. Поставьте, пожалуйста. Потому что иногда вот проходишь мимо странных людей и думаешь, блин, не хватает кнопки. А у нас вечер. Ах, красота. Жара, конечно, блин. Я не знаю, сколько градусов. А, блин, а мы телефоны с собой не брали. И мы не знаем, сколько градусов. Выключай камеру. Словес не подходит.